Каждый день мне поступают десятки замков и животных, попавших в беду. Кому-то требуется новый дом, а кто-то нуждается в лечении. Привет, меня зовут Лера, я живу в Питере, учусь на ветврача и в свободное время помогаю животным. Я стараюсь помогать всем, вне зависимости от кошка, это собака или там птица с летучей мышью, если я могу. Большей части все-таки я помогаю птицам и рукокрылым, потому что у нас нет каких-то уникальных центров, которые бы помогали обычным уличным птицам, типа ворон, сорок или голубей. Часто люди сталкиваются с тем, что они просто даже не знают, что с этим делать и какие шаги предпринять, если увидели раненую птицу на улице. У меня дома около шестидесяти самых разных животных. Точное количество сказать не могу, потому что кто-то поступает, кого-то мы влечиваем и пристраиваем домой, либо выпускаем обратно на волю, поэтому эта цифра немножко разнится. Со мной живет три собаки, около десяти кошек, тридцати сорока птиц и две красновых черепахи. Очень часто поступают стрелянные, увы, птицы и, к сожалению, кому-то приходится ампутировать крылья, то есть не всегда получается спасти конечность. Я хочу построить место, где будет возможность приютить и оказать помощь попавшему в виду животному. На данный момент я строю дом, где можно было бы в комфортных и достойных условиях содержать животных, которые ко мне попадают. В доме есть каркас, фактически готовы несколько помещений, но еще предстоит очень-очень много работы. Нужно закончить все внутренние помещения, нужно построить уличные вольеры для разных видов птиц. У нас планируется три крупных вольера под постоянное проживание и для возвращения в природу. Также необходимо оборудовать комнату для котиков и самое важное это помещение под стационар для животных, где они будут находиться на время обследования и на время лечения. За этот год мы выпустили больше десяти летучих мышей обратно на волю. И каждый год в принципе находит дом и возвращается на волю, ну в зависимости от того, кому была оказана помощь, то есть около от пяти есть за ста животных. То есть будет дом, мы сможем помогать еще большему количеству людей, потому что я надеюсь, что появится больше единомышленников и я буду не в одиночестве. Там необходимо будет создать комфортные условия, чтобы и животным было хорошо, они не страдали больше никогда, то есть чувствовали себя все-таки, ну хоть как-то дома, в привычной им обстановке, в случае с птицами, то есть какие-то может быть жерди специально, еще что-то. Но с другой стороны была возможность оказывать им квалифицированную помощь. То есть потребуются специальные боксы, различное оборудование и время, чтобы этим всем заниматься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова